Ну, слава Богу, добрый вечер, дорогие друзья, рада вас видеть. Да, мы, видимо, друг друга не поняли, потому что я обычно всегда жду, что сейчас кто-то начнет что-то, скажет уже, да, своим, что добрый день, тра-та-та, и я жду, когда меня, представьте, не поймут, то ли включать кнопку, то ли не включать кнопку. Ну, в общем, технически всегда интересно, получается, я рада вас видеть. Аня, спасибо за помощь, тут же подхватившие наставники, молодцы. Да-да-да, вот прям каждого-каждого, вот кого знаю, особенно кого знаю, очень приятно вас чувствовать, да, что вы здесь есть. Благодарю за то, что хотите учиться, благодарю за то, что чем-то могу быть, возможно, вам полезной. Мне, честно говоря, хотела бы просто пообщаться, что вам хотелось бы от меня услышать, какие вопросы, все, рада ответить, но, походу, презентация все-таки нужна. Хорошо. Мне сегодня поручено, ну, рассказать вам тему, ага, хорошо, рассказать вам тему о том, что же делать с новичками, как их сопровождать. Если меня хорошо видно и слышно, я начну. Хорошо? Отлично. Да, спасибо. На самом деле это самое главное. То есть если мы с вами серьезно работаем в компании Reflame, мы должны делать так, чтобы после нас что-то осталось на этом рынке. Ну, в мире, правда? Чтобы мы работали очень качественно, чтобы люди, которых мы с вами приглашаем, были довольны. Это вот наша позиция, мы ее держим уже 14 лет. Кто-то пытается прорваться ко мне поговорить. Вот. Поэтому делаю то, что делаю уже много-много лет и что делаю сейчас иначе. Потому что время, как вы видите, очень сильно изменилось. На сегодняшний день меняются технологии, происходит какой-то, не знаю, бум, да, информационный. И действительно начинаешь уже меняться, подстраиваясь под ту ситуацию, которая сегодня сложилась в мире, используя новые технологии, используя помощь, которая сегодня прям так рвется из интернета, да. Поэтому, конечно, та презентация, которая у меня есть, ее попросила Лена Воройна. Она говорит, вот ту, которую вот ты рассказывала, вот прям вот эти слайды и прям ничего другого. Ну, я послушаю, что сейчас по-новому. Готовы? То, что сейчас по-новому, то, что сейчас дает результат, то, что сейчас как раз дает рост. Потому что мы должны меняться. Если мы не будем меняться, наш бизнес будет стоять на месте. Нам нужно меняться постоянно, подстраиваясь под то время, которое диктует свои условия, да. Ну, давайте мы так быстренько познакомимся. Давайте так, какой здесь уровень у людей? Я здесь вижу 113 человек, это достаточно здорово для того, чтобы не зря провести время своей жизни. 113 новых идей, 113 лидеров, которые сейчас вот тут прямо появятся, да. Ух, как у вас много, какие вы все крутые. 15, 9, 22. Ой, многих знаю, не успеваю даже прочитать, но чувствую, что вы тоже меня помните. Ага, отлично, здорово, хорошо. Так, вы знаете, достаточно серьезный уровень, когда уже мы говорим серьезные вещи серьезным людям. Договорились? Я буду задавать очень много вопросов, и это очень важно. Если вы будете на них отвечать, значит, у вас все пройдет эффективно. Договорились? Кто первый каталог? Маша, Мария Ежова, я запомнила вас. Я уверена, что вы всех просто удивите скоро. Спасибо, ребят. Дело в том, что в компании Reflame я уже 14 лет. В июле этого года будет ровно 14 лет, как я себя называю, очень счастливым человеком. Наверное, таким счастливым, что сама себе иногда не верю. Думаю, боже мой, неужели это все со мной происходит? Неужели здесь и сейчас? И это реально какая-то фантастика, какая-то сказка. Эта сказка у меня только благодаря компании Reflame. Иначе быть не может и не могло. Потому что если вы за историю, есть обычная профессия, абсолютно ничем не выдающийся человек, но вот как-то так сложилось, что в мою жизнь пришел Reflame. Я всегда говорю, наверное, это с одной стороны, кто-то заслужил, кто-то заслужил такой подарок в своей жизни, а кто-то получил авансом. Я так и до сих пор не поняла, то ли я заслужила в прошлой жизни вот этот вот самый Reflame, этот шанс, или все-таки я потом буду это отрабатывать, получив сейчас. Вот меня это сейчас... Нет, не повезло. Нет. Везет тому, кто везет, это раз. Во-вторых, те, кто на вершине, уж поверьте мне, не с неба туда падают. Да, всегда есть работа, за этим успехом всегда стоит очень большой труд. Поэтому хочу быть вам полезной сегодня. Хочу, чтобы после того, как вы отключите свои компьютеры, у вас была в голове четко выстроенная траектория, по которой вы будете двигаться и станете успешными благодаря компании Reflame. Договорились? Да. Зовут меня Ирина Кулешова, я старший бриллиантовый директор компании Reflame из поселка городского типа Разумная, которая, собственно говоря, очень похожа на маленький европейский поселок. Уезжать отсюда мы не хотим. Дом строим именно здесь, потому что здесь другой воздух, здесь другая атмосфера, здесь все родное, здесь все близкое, здесь есть самые родные люди, которые есть у нас, Дима. Это наши родители. Дороже их никого, как вы понимаете, на свете нет. Дети и родители. Кто еще может быть дороже? Пока они здесь, ни о каком переезде речи быть не может, потому что это наши дорогие люди, которых мы должны сейчас оберегать всячески. Поэтому живем мы здесь. Команду построили здесь. 38 директорских званий у нас живет на соседних улицах. Остальных больше сотни живет по области и уже по многих-многих городах, и не только России. Вот, собственно говоря, такая наша маленькая мини-история, которая привела к тому, чтобы мы жили так, как живем сегодня. На самом деле, сегодня я не буду говорить историю, достаточно этой мотивации, давайте уже по существу. Хорошо? Кому интересно, просто найдете на канале YouTube, и вам везде, если только можно, надейте кнопку, введите фамилию, все узнаете. Мне сейчас важно, чтобы вы потом когда-нибудь рассказывали такую историю о себе, о своем успехе, тем людям, которые будут готовы учиться у вас. Хорошо? Итак, наша работа, ребят, все просто, давать информацию. Век какой сегодня информационный? Но помните, на что вы зовете людей, то вы и получите. Если вы зовете людей реально на то, чтобы они пользовались косметикой, они будут пользоваться косметикой, будут вам благодарны. Если вы зовете людей экономить, они всякий раз будут вспоминать, что ух ты, здорово, я сэкономила, и будут вам благодарны. Если вы зовете людей на то, чтобы они имели карманные деньги дополнительные, поверьте мне, они тоже их получат и будут вам благодарны. Если же вы зовете людей на А. Построение запасного аэродрома. На построение своего собственного пассивного дохода. На то, что вы хотите помочь этим людям создать будущее для своих детей, а значит оставить им хорошее, очень такое серьезное наследство. Если вы зовете людей стать свободными, независимыми, богатыми. Если вы зовете людей осуществить мечты своих детей, своих близких, своих родных, всех, кого они любят, вот то они и получат. На что зовете, то и получите. Я сейчас даже спрашивать, я просто буду комментировать, потому что если я сейчас задам вопрос, то 28 человек ответят примерно одно и то же, правда? Ну, например, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот кто из вас на что пришел, вы это уже получили? Давайте так, честно. Каждый вдруг сам подумал, да? Вот кого звали вы косметику? Вы получили косметику? Да. Кого звали на хорошее общение? Вы пообщались уже, да? Классно. Кого звали на подарок? Получили? Получили. Кого звали конкретно на, знаете, потусоваться? Тусуетесь, да? Вот все, что надо, все, что обещали, все вам дали, правда? Теперь у меня вопрос к остальным, кто не на это пришел. Кто пришел зарабатывать? Кто пришел зарабатывать и строить бизнес? Вы именно это делаете сейчас? Зарабатываете и строите? Или это только ваши планы? Вот запомните, мои дорогие, на что зовете, то и получите. Не надо потом человеку новенькому говорить, ты знаешь, а почему вот ты не пришел на лекцию, а почему ты не пришел на обучение, почему ты не включил компьютер, вот в это время мы же вот как бы вот сейчас проводили обучение. Он говорит, топ, а зачем мне ваше обучение, если я пришел? Правда? И потом ничего с него уже просто, ну не сможете стребовать, это бесполезно. Так вот, зовем мы с вами, друзья мои, на три разных вот блока, да, таких я выделила. Это первая дисконт, вторая подработка, третья пассивный доход, да. Так вот, что входит в дисконт? Ваша задача, если человек сказал, я для себя, ваша задача, чтобы он остался доволен. Если человек доволен, он останется здесь навсегда. Если он пришел и не получил, а значит, вы его не научили, значит, человек уходит и говорит, я там был, там денег нет, там ничего не платят, это все бестолковая возня, да. Да, я заговорюсь, потому что я только что провела еще часовой вебинар, и поэтому уже это вечеру из них заплетается. Что нужно, чтобы дисконтники, которые пришли к вам, были довольны? Они должны любить нашу продукцию, они должны просто балдеть от того, когда они ее берут в руки. Для этого существует несколько разных вариантов, как их любить. Первое, обязательно провести для них мастер-класс, правда? Чтобы человек попробовал на себе и имел собственное мнение. И здесь уже не важно, что скажет подруг. Подруга об этой туши. И уже не важно, что скажет подруга об этой туалетной воде. Она скажет свое мнение, а у вашего новичка будет лично, собственно, свое. Включаю свет, мне кажется, мне темновато, да? Сейчас, секунду. Так лучше? Ага. Вот. Что еще поможет любить человека в продукцию? Помогут продуктовые мероприятия. Честно сказать, мы вот сейчас с Димой думали, нужны ролики закачать. Скажите, пожалуйста, вы видели все эти ролики, правда? Их в несметном количестве в нашем канале YouTube. Ради бога, введите нашу фамилию Кулешов Дмитрий. Вот, Дима, введите Кулешов Дмитрий. И вы увидите наш канал YouTube. Он... Ну, в нем есть вся наша работа. Все, что вам захочется вот сейчас, как подтверждение моих слов, увидеть, все там есть. Я знаю, что многие берут практически вот этот видеоролик, берут этот сценарий, делают подобный. И, собственно говоря, почему нет, без проблем пользуйтесь, да? Поэтому здесь показывать не буду, чтобы не терять время. А вы возьмете эти все инструменты на канале YouTube. Хорошо? Дальше. Личное общение. После общения с человеком вы можете только тогда ответить на его возражения. Ведь он может посмотреть на Арифлейм и сказать, ты знаешь, вот как-то вот я хотела спросить, но я думаю, наверное, это вот так. Все, вы его потеряли. Знаете, как мы, девочки, сама придумала, сама обиделась, да? Поэтому лично пообщайтесь с человеком, а выскажите ему то, как вы его уважаете. Скажите, как важно покупать эту продукцию руками, если вы работаете живую, да, оффлайн. Дарите подарки. Даже онлайнщикам дарят подарки, по-моему, это не секрет, да? Если человек выполнит какое-то условие, живет он очень далеко, на его номер кидается какая-то ванночка, тут же спонсор все уже оплатил, убирает на том конце с подарок. Почему нет? Если он пришел покупать косметику, она ему нравится, он выполняет какую-то маленькую акцию. Дарите подарки. Оказывайте знаки внимания. Не забывайте, что человек еще пока что не настолько с головой в Арифлейм, он только присматривается. Ему будет приятно видеть разницу между тем образом жизни, тем общением, с которым у него есть в обычном, у него есть сейчас. Вы знаете, открываю тайну, большой-большой-большой секрет. Вчера мы только... Вчера приехали. Знаете, куда мы переехали? Ох, сейчас все скажут, наверное, вновь... У нас целый этаж, этаж офиса, 8, в каждом подвале 3 директора, огромный, большущий такой сервисный пункт выдачи заказа брендированной компании Арифлейм. Все круто. У меня был свой кабинет. Сидела в своем кабинете, проводила индивидуальные встречи, планерки и так далее. И вы знаете, когда я стала работать в интернет, мне стало очень грустно, потому что я перестала появляться в офисе. Я очень взносил свой кабинет и перенесли вещи в тот, где выдаются заказы. Потому что теперь, сегодня я видела столько своих прекрасных дисконтников, столько своих лидеров, которые приходят забирать заказы. И я вспомнила, как я когда-то растила директоров. Именно так. Сидя в том же кабинете, где происходит выдача заказов, можно видеть всех людей, можно пригласить на чашечку чая, можно просто сказать, подойди, пожалуйста, я тебе все покажу. Так, как я делала, как я делала раньше. Раньше это делала, у нас был большой рост. Потом села в кабинет, такая важная тетя. Да, сейчас все вернулось. Я снова пошла к людям общаться, разговаривать, действительно давать им то общение, которого у них нет в жизни. Поэтому вот даже так на сегодняшний день, да. Конечно, они должны заказы. Знаете почему? Многие говорят, ой, да еще кланятся. И они тут 20 баллов делают. Да, кланятся. Знаете почему? Ну, это моя позиция. Потому что этот человек мог сделать эти 20 баллов совершенно не у вас. Правда? Он мог сделать эти 20 баллов где-нибудь в какой-нибудь другой компании, в другой структуре или у другого спонсора. Он сделал эти 20 баллов в вашей организации. Будьте благодарны за то, что человек выбрал вас. Но это моя позиция, можете ее принимать или нет. Я так работаю. Это вот, вы же хотели опыт, я так говорю опыт. Вот решайте сами, как вы. Не надо там сразу подстраиваться, все свое. Хорошо? Это что касается дисконтников. Дисконтников. Ребята, честно скажу, переход от дисконтника к директору ничуть не меньше даже, да, если правильно вот так с ним дружить, общаться и так далее, развивать отношения, чем даже тот, который кричит, я пришел на бизнес, но он завтра может уйти. Правда? Поэтому дисконтники это тоже потенциальные лидеры. Подработка. Люди, которые пришли подработать, их наша задача научить их заработать, научить их рекомендовать продукцию. Вы должны построить с ними отношения так, чтобы, а, они понимали, если они идут рекомендовать, они должны представлять фирму, а не лицо своего бизнеса. Правда? А не лицо своей компании. Поэтому первый разговор с человеком, который пошел показывать каталоги, посмотри в зеркало и задай себе вопрос. Ты себе сама закажешь? Ты у себя сама закажешь? Вот точно этому человеку можно доверять? Он реальный потребитель своего продукта, да? Отлично, тогда иди. Также мастер-класс. Он должен прослушать навыки успешного консультанта. Академия красоты. У нас это пойдет в, как сказать, ну, по кругу, да? То есть у нас набирается группа, девочки обучают. Макияжик, зажжу, там, уход за кожей, следующую группу набирает и так далее. То есть если у нас человек хочет в любом случае пройти Академию красоты, это как одно из условий. Дальше мотивация на продажи и рекрутирование, да? То есть мы должны все время говорить, как у тебя сегодня, какие у тебя сегодня успехи, за что ты можешь себя похвалить. А мне бы хотелось похвалить тебя завтра еще вот за это, да? Сделай, что молодец, я тобой горжусь. Ну, сколько ты заработала? Ведь ты же пришла подработать. Давай сделаем так, что у тебя появится больше клиентов. И так далее, и так далее. Мотивация на то, чтобы человек зарабатывал больше, больше денег. И, конечно, переводим к тому, чтобы он начал рекрутировать. Да? Показывай ему выгоду именно от того, когда ты строишь целую организацию, а не только бегаешь один и строишь свой номер, который детям по наследству передашь только на заказах. Я быстро, наверное, говорю, нет? Не устали? Обязательно он должен знать все о новинках. Сейчас мы очередной раз на директорской встрече снова проговорили, и я уже вижу, какой пошел движняк. Каждый офис сейчас выставил все наборы стартовой программы. Все наборы. Вот это первый шаг. Это второй, чтобы люди могли подойти, потрогать, понюхать, помазать и так далее. То есть нужно постоянно демонстрировать новинки. Сейчас в каждом офисе, да, который от компании круто работает, и можно заказывать себе новинки за неделю. Обязательно должна быть продукция. Что нужно делать еще? Нужно влить этого человека в коллектив на любых мероприятиях. На любых мероприятиях обязательно в коллектив. Он должен заходить и растворяться в этих людях, радоваться встрече с ними и так далее. Потом эти люди смотрят на тех, с кем они раньше просто здорово общались, а те почему-то на сцене, а те с чеками, а почему я, как же я, что ж я отстаю, мы же друзья. И они начинают подгребаться и точно так же становиться директорами. Так что это было не один раз в моей жизни на моих глазах. Поэтому вливание в коллектив, знаете, вот общение опытом, обмен, как-то, скажем, это раньше называли, забыла. Переопыление, да, вот такое слово было прикольное. И что мы должны делать? Мы должны благодарить человека за инициативу и за активность. Благодарить не за то, что он продает, а за то, что он проявляет инициативу. Он придумал вот так вот здорово сегодня там корпоративный заказ. Сказать, ух ты, ты молодец, здорово. Смотри, молодец, какая там на мероприятии, ты там выставила баночки, сделала это лучше всех, ты умничка. То есть люди должны чувствовать, что их здесь ценят. Не будут учать этой ценности, собственно, просто пойдут туда, где их будет ценить больше. Классно. Ну и, конечно, пассивный доход. Это то, на что, собственно говоря, я считаю, и нужно звать людей. Потому что если в сегодняшний мир посмотреть, какие проблемы, какие сегодня зарплаты. Знаете, ребят, я каждый день провожу онлайн-презентации, каждый день. И каждый день задаю людям вопрос. Напишите в чате, из какого вы города, какая у вас средняя зарплата. Когда пишут свои зарплаты люди, вот я вам честно, я не могу к этому привыкнуть. Я провожу два месяца, каждый день вебинары. И задаю этот вопрос каждый день. И я каждый день вижу сумму. 8, 10, 15, 20 – это потолок. Кто-то писал там из Москвы, из Питера 30, 40, но это единицы. Ребята, люди пишут 80. Понимаете? У меня 11 тысяч в день зарплата, только если я вообще, не важно, что делаю, работаю или не работаю, это потому что пассивный доход. 11 тысяч в день, независимо ни от погоды, ни от природы, ни от чего. И не может быть меньше, может быть только с каждым разом больше. В день. А люди получают за 22 дня по 12 часов иногда, вот эти 10 или 15 или 20. Поэтому вот что нам нужно им предлагать, понимаете? Нам нужно им предлагать выход, большими буквами пишем, выход. Арифлэйм – это выход. Арифлэйм – это не беготня. Арифлэйм – это не игрушки. Арифлэйм – это не какая-то там ерунда. Это выход. Вы должны встать и пойти изменить свою жизнь. И это вы можете сделать в компании Арифлэйм. Если вы так убеждены, как я, за вами все поймут. Поверьте, важный вопрос. Вы убеждены, так же, как я, что в Арифлэйм можно зарабатывать большие деньги. Если еще нет, работайте над собой. Вкладывайте в свою голову знания. Добивайтесь того, чтобы поверить в цифры, вы должны их видеть. Если так будет, вы будете очень богаты. Я вам это гарантирую. Договорились? Очень ностальгия. Вот нажимаю на кнопки – ностальгия. Консультант станет хорошим или плохим только после разговора с нами. Это тоже я усвоила раз и навсегда. Мы с вами в ответе за то, какая будет у человека судьба. Мы с вами в ответе. Он пришел, он еще не понимает, будет он здесь, не будет, получится у него, не получится. Как мы его сейчас настроим, как мы кнопки правильные в этот компьютер заложим, то и получим. Заложим то, что компания Арифлэйм реально все зависит от твоей силы желания и твоих активных действий. Он не будет ждать с моря погоды, правда? Он будет понимать, что все зависит от него, от его действий и не от того, что он просто пришел. Он пришел, подписался, давайте, учите меня, я готов зарабатывать. Показывайте, да? Он должен это понимать с первого дня, как мы с ним поговорили. Смогли вы ему вложить в голову то, что компания Арифлэйм – это сегодня лучшее предложение? Он останется. Не смогли? Как только помашет кто-то рядом платочком, он пойдет в другую компанию, правильно? Точно так же, если вы не заложили кнопку уважения к спонсору. Если этой кнопки вы ему не вложили, вы никогда не добьетесь того, чтобы он хотя бы раз, в большом смысле слова, чтобы этого, так сказать, чтобы спонсор его все-таки кто-то воспринимал. Скажу быстро, и это я говорю практически на первой встрече. Вот представьте себе, да, я вышла замуж, и вы вышли замуж. Моя мама мне тогда завела в комнату, где нужно было благословить, и сказала такую вещь. Доченька, свекровь не может быть хорошей или плохой. Она тебе вырастила сына и подарила. И как бы ни было, и что бы ни было, она у тебя самая лучшая. Понимаете? И заодно это ты должна быть ей благодарна. Вот выйдя из этой комнаты, я навсегда приняла решение, что какой бы ни оказалась моя свекровь, это будет моя вторая мама. И я буду уважать ее уже за то, что она вырастила для меня сына. Понимаете? Вот мы уже 25 лет женаты, и два года мы встречались. 27 лет эта женщина для меня вторая мама. Понимаете? Вот точно так же, когда я пришла в Reflame, я поняла, что человек, который пригласил меня, может знать меньше, чем я, может уметь меньше, чем я, может на один день только быть раньше, чем я, но только даже за то, что у меня дверь, я должна быть ему всю жизнь благодарна. Ну и сейчас и своих людей. Понятно? Потому что как только начинают ныть, а мой спонсор не такой, а вот если бы ты была моим спонсором, я говорю, так, стоп, не надо мне сейчас перекидывать стрелки, твой спонсор открыл для этого человека. Мы сейчас договорились, да? Меня все услышали. Если вы этого не заложили, настанет день, когда каждый ваш человек, забывая о том, кто вы для него, и какой подарок вы ему подарили, не передаст это в глубину, и не будет никогда уважения по вашей структуре. Вот я с этим бьюсь, борюсь, где-то получается, где-то не очень, но моя цель такова. Это все закладывается в начале вашей работы с человеком. Ну а теперь давайте будем вязать свитер. Давайте. Это хороший сейчас пример. Я его сегодня прямо с Димой попросила, он мне все это сложил. Картинки, я думаю, что будет очень понятно. Сейчас прям включайте голову, это важно. Хорошо? Вот у вас есть желание. Да? Хочу новый свитер. Вот хочу новый свитер. И вот и думайте, так, купить мне его или связать? Вот купить или связать? Ну если я куплю, я буду как все. Ну вот на рынке же много всего продается. Да? Я такой же куплю, опять кого-то в таком же встречу. Да? А вот если я свяжу, то я буду единственная в таком свитере. Да? Еще буду гордиться собой, что это я сделала. Да? Если кто-то спросит, кто тебя связал, я скажу, это я связала. Да? Немножко складывайте на Reflame. Хорошо? Переводите. Сначала что? Желание. Да? Потом у него должно быть понимание. А чего я хочу? А я как хочу? Я хочу ходить на работу и быть как все в толпе? Или я хочу стать богатой и успешной, чтобы чего-то из себя представлять и сделать такую жизнь, какую я хочу, а не такую, которую там, знаете, кто-то где-то как-то всю жизнь проживает? Переводим, да? Понятно? Это же образный пример. Итак, мы захотели, мы решили, что же мы решили? Мы решили связать. Мы решили сами построить жизнь своей мечты, да? В данном случае свитер связать, а в случае Reflame стать богатыми, успешными и кем-то в этой жизни более успешными, да, состоятельными. Решение есть, идем дальше. Давайте подумаем, что же теперь? Нам нужно составить план действий, как мы будем вязать свитер или как мы будем становиться успешными. Я сейчас пример привожу, меня все понимают, да? Когда я аннотацию, аналогию провожу с Reflame, понятно? Тут вроде бы как высокие уровни должны уже складывать в голове. Понимает? Ну все, все, можете не писать, поняла. И вот мы, если свитер вяжем, выбираем сначала модель, да? Так, вот это нравится, вот это не нравится, без этого я могу обойтись, это так себе, это вот так, вот так, о, вот эту я хочу. Вы должны захотеть этот свитер так, чтобы эта картинка вам снилась, чтобы она висела у вас на стене, чтобы вы, открывая ежедневник, видели ее, да? Вот так же вы должны захотеть стать минимум директором рефима, а может быть сразу бриллиантовым, да? Вы выбираете цель, она должна быть для вас настолько яркой, настолько реальной, настолько желаемой, да, чтобы вы ради нее как раз что-то делали, да? Именно ради этой цели. Ради вот какого-то свитерочка напрягаться вы не будете. Ради вау какого? Ух ты, да? Вот ради такого будете. Поэтому что мы делаем? Выбрали модель, значит, определились со своим желанием. Поставили себе цель стать бриллиантовым, значит, давайте будем говорить сегодня про бриллианта. Очень хорошая сейчас у нас будет мотивация. Итак, самый главный вопрос, который нужно себе задать. А когда я хочу его одеть, этот свитер? Какие сроки у меня есть? Или, когда я хочу стать бриллиантовым директором? Когда? Какие сроки? Давайте станем бриллиантными директорами, когда нам будет по 60 лет. Давайте. Представьте, как здорово. Вы получаете путевку на край земли, а врач вас не пускает, потому что у вас, извините, давление или отеки. Хочется нехорошее слово сказать, промолчу. Зачем тогда туда стремиться, чтобы потом ничего не получить? Согласны? Или, зачем вам сегодня вязать свитер бессрочно? Бессрочно. Если этот свитер выйдет из моды, а потом, может быть, размер у вас будет уже другой, и вы в него просто, мягко говоря, не влезете. Ребята, во всем нужна цель, четкое видение, что вы хотите, и, конечно, очень важный срок, когда вы хотите. Это очень важный вопрос, согласны? Какие сроки вы хотите получить заветное бриллиантовое звание? Что потребуется вам? Это следующий момент нашего плана. Что нам потребуется? Какие ресурсы? В данном случае со свитером нам потребуются пряжи, спицы, правда? И время. Нам потребуется время. Мы должны понимать, что вязать придется самим, а значит, надо найти какое-то время каждый день, чтобы мы продолжали действовать. Да? Если женщина не, как сказать, ни разу не вязала, она не понимает, что на это нужно время. Если она вязала, она понимает, что придется сидеть и вязать. И она договаривается с семьей. Так, дорогие мои, кушать приготовила, так, дети уроки сделали, все, молодцы. Мама ушла в себя, села, и это время она колдует над своей мечтой. Согласны? Точно так же я говорю новичку, варикой. Ты должен сейчас определиться, сколько часов в день ты выделяешь для того, чтобы мог реально получить желанный результат, чтобы ты действовал именно это время для того, чтобы получить желаемый результат. Если ты час в день, отлично. Если два часа, супер. Если четыре, это просто мега круто. Значит, тогда все будет быстрее. Договорились? Что потребуется из ресурсов, когда мы говорим об рефлейм? Что я говорю новичку? Как вы думаете, что потребуется из ресурсов? Список знакомых потребуется? Да. Нужен будет обязательно список знакомых. Потому что без него начинать нет смысла. Ты в первую очередь должен быть... кем-то, да, сначала с твоим тёплым кругом. Потом какие у нас счёты? Если ты работаешь через интернет, что тебе нужно? Тебе нужно несколько страничек, да? Тебе вообще компьютер нужен, это твой ресурс. Компьютер там спицы, а здесь компьютер должен быть, скайп должен быть, если телефон, ватсап должен быть, вайбер должен быть. Если ты этим всем оснащён, ты просто быстро вырастешь. Это твои ресурсы для растяжения твоей бриллиантовой цели. Или же в данном случае для того, чтобы ты отделался новый свитерок. Согласны? Выход в интернет это вообще не обсуждается, да? Это первое, что у тебя должно быть в наше время. Помните, я говорила, что время изменилось? Вот оно настолько изменилось, что сейчас без этого даже разговаривать с человеком, который будет говорить, я сейчас прям тут, да, но ты не понимаешь, что ты сейчас отстанешь от века настолько, что очень долго будешь действовать, делать результат, а мог бы сделать себя гораздо быстрее. Договорились? Понятно, о чём речь? Давайте дальше. Нам нужны технологии, правда? Нам нужны технологии, нам нужно понимать, как мы будем вязать, какой будет рисунок, сколько надо набрать петелек, да, какой будет там, где перехлёст, там, как эта косичка плетётся, потом нам нужна реальная выкройка, да, по которой мы должны связать и так далее. То есть должна быть технология. Если Арифлейм, значит точно так же, нам нужна технология, нам нужны методы. Какие ты хочешь методы использовать для того, чтобы стать бриллиантовым директором? Ты будешь задействовать тёплый круг, или ты будешь работать листовками, или это будет холодный рынок, там, например, промостоки или мероприятия, может быть, ты будешь работать через интернет, давай сейчас определимся, каким методом тебе комфортно работать. Вот сейчас мне писала вот в скайпе девочка, которая у нас старший менеджер, которая написала, ребята, я наконец-то поняла, что лучше всего на свете и больше всего я люблю работать групповыми мастер-классами на несколько человек, на огромное количество человек. Я, говорит, сейчас приехала из региона, у нас было 15 человек на мастер-классе, новичков, которых я там сначала то рассказала, потом то, потом то, у них куча регистраций, у них сразу регистрации с заказами, я поняла, этот метод для меня самый классный. Супер! Как вы думаете, если нам будет сейчас метаться и делать все остальные методы не так качественно, но не с такой душой, у нее быстрее получится? Нет! Надо найти тот метод, который вам интересен больше всего. Интернет, значит интернет. Холодный ринд, значит холодный ринд. Домашние встречи, значит домашние встречи. Поэтому технологии, необходимо проговорить с новичком, как ты хочешь, как тебе удобно. свитер вязать, мы его никогда не свяжем. Если мы не будем учиться ходить, мы никогда не пойдем. Если мы не будем учиться читать каждый день, мы никогда не научимся читать. Правильно? Если мы не будем рекрутировать каждый день, мы никогда не станем бриллиантами-директорами. Это закон и точка. Договорились? Ежедневные действия. Кстати, у кого из вас есть недовязанные свитера? Вот вязала, вязала, положила и забыла. Забросила, надоел. Ну, как-то сразу не связала. Если бы сразу, сразу бы одела. А вот это долго, пока там то-се, слишком времени не хватает, забросила. Теперь уже даже не вспомнила, где. У кого лежат в шкафу недовязанные свитера? Точно есть. Я просто уверена в этом. Однозначно есть. Вы потеряли к нему интерес. Правда? Потеряли к нему интерес. Поэтому, дорогие мои, либо он должен быть для вас вот так, срочно необходим, либо он должен все время бить перед вашими глазами, либо не смейте откладывать его хотя бы на один день. Начали вязать, продолжайте, пока не закончите. Начали, пришли в Арифлейн. Ничто так не мотивирует новичка, как быстрый результат. Правда? Ничто так не мотивирует новичка, как быстрый результат. Потому что если у него сегодня 6, завтра 9, после завтра 12, потом 15, и у него горят глаза, он не успевает вдох сделать. И выдох, он просто на азарте прет. Правильно? Как танк. Знакомо? У кого такое знакомо? А кто-то очень медленно делает действие, очень долго себя жалеет. И потом ему Арифлейн надоел, и он уходит. От того, что долгий результат, он просто уходит. Поэтому ежедневные действия, если вы проговорили с новичком, что если он хочет в таком-то сроку, вы расписали ему все, показали, доказали, объяснили, дальше он должен действовать ежедневно. При этом условии, конечно, в любом случае, свитер у него будет. Что важно для того, чтобы получилось? Важно терпение. Когда вы вяжете, важно терпение. Когда вы шиваете, важно терпение. Когда строите бизнес, тоже важно терпение. Сегодня человек сказал нет, завтра нет, потом нет, потом нет, потом да. И чтобы услышать да, нужно потерпеть нет. Согласны? Это тоже важная наука. Настойчивость должна быть. Сказали нет, а мы будем искать следующего. Не хочет, будем искать следующего до тех пор, пока мы не достигнем того звания, которое мы хотим. Это включается амбиции. Будут амбиции, будет результат. Не будет амбиции, ребята, извините, как это называется, кто-то орел, кто-то курица, правда? Поэтому терпение и настойчивость нужны во всем. И даже в том, как связать свитер. И уж не говоря о том, как выполнить квалификацию директора или бриллиантового директора. Конечно, самое дорогое, самое высокооплачиваемое качество любого человека в нашем мире, это стрессоустойчивость. Если вы умеете реагировать, у вас все получится. Если вы не умеете реагировать, если вы сразу, а, все, там, а, вот не получилось, все, значит, не получится, а, все, там цены выросли, а, доставка дороже, все, катастрофа, друзья мои, так ничего не получится. Стрессоустойчивость. Самое дорогое и высокооплачиваемое качество на сегодняшнем рынке труда. Устроиться на работу, если вы в резюме написали стрессоустойчив, гораздо быстрее можно и эффективнее, нежели вы напишите, что, ну, как-то бывает по-разному. Все, вас уже никто в серьезную фирму не возьмет. Тем более в рекламе. И вот ура! Вы счастливы! Вы кричите, ура, я это сделаю! Вы одели этот свитер, вы пошли сорвали комплименты, вы довольны собой, это ваш успех. Вот точно так же будете довольны собой, когда станете директором или бриллиантовым директором, или исполнительным директором. Пошаговые действия, четкий план, конкретные сроки и ежедневное выполнение того, что вы должны делать. Тогда у вас однозначно будет результат. Вот на таком простом примере, наверное, проще объяснить, да, новичку, какие вещи тебе нужно делать, какие действительно необходимо делать и так далее. Идем дальше. Если вы достучитесь до сердца, разум покорится сам. Эту фразу я услышала еще, когда только пришла в компанию «Ифлейм», ее клал со сцены Альбина Хафизова. Если ты достучишься до сердца, разум покорится сам. Поэтому в своей работе я однозначно цепляю людей за все возможные струны, которые только можно зацепить. Не потому, что это какая-то игра для меня, а потому, что это единственный шанс вытащить человека, распознать в нем ту точку кипения, которая обязательно должна закипеть, чтобы он чего-то начал делать. Поэтому, естественно, мы приглашаем людей, привлекаем, но нам самое важное найти у человека потребность, зачем он это будет делать. Зачем ему этот свитер? Зачем ему этот новый дом? Зачем ему это признание? Зачем ему эти деньги? Вот как только он поймет вот так, зачем, то вопрос «как» становится уже вот таким. Правда? Сначала «зачем?» Я это говорила миллион, миллиард, не знаю, сколько раз, но я это повторяю, потому что это истина. Истина не меняется. Правда? Наша задача, конечно, развязать людям глаза. Развязать глаза на сегодняшнюю реальность. Показать то, что сегодня есть на самом деле. Снять розовые очки. Показать пенсионеров, которые сегодня, извините, стоят в очереди за дешевым молоком. Или работают в школе, в которой раньше учили детей, теперь полы моют. Показать им тот нищенский доход, который будет у них, когда они смогут потерять работу. Потому что сегодня очень многие теряют работу. Правда? И это важно. Не водички, пожалуйста. Вот. Поэтому что мы делаем все свои годы работы в компании Reflame? Мы просто разговариваем с людьми. Если человек хочет от меня услышать в первую секунду про Reflame, он не услышит. Пока я не вытащу из него, спасибо большое, пока я не вытащу из него именно зачем тебе вообще что-то надо менять, пока я не обострю его потребность, это пока он не заплачет, я ему не показываю выход. Мне важно, чтобы он сказал, блин, а что же делать? Ну что же делать? Вот тогда я говорю, садись и тебе расскажу. Сейчас, секунду. У нас сегодня была крошка с красной рыбой, мы ее так вкусно поели, что теперь пьем всей квартирой, всем домом, всей семьей. Итак, что мы используем для того, чтобы развязать людям глаза? Кстати, а кто знает, что мы используем, чтобы развязать людям глаза? Ведь вы сто раз слушали мои презентации. Ну-ка давайте, кто внимательно слушал? Что мы делаем, что мы используем, чтобы развязать людям глаза на сегодняшнюю реальность? Кто у меня вот прям супер, какой молодец, все знает. Я заодно проверю, вы ужин готовите или меня слушаете? Так, есть такие, да. Стихотворение «Серая мышка», да. Да, 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 да. И вопросы, правильно. Примеры различные, да, 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 да. Глазки завязываем. Ну хорошо, спасибо вам большое. Я люблю читать стихи. Я очень люблю читать стихи людям, потому что через стихи они понимают, что речь-то идёт, собственно говоря, вот это вот действительно реальность здесь и сейчас, и они на ней очень похожи, на эту реальность, да. Человек вздыхает, говорит, ну надо же, боже мой, действительно. Здесь я, конечно, рассказываю «Серую мышку», уже 14 лет рассказываю. Здесь я рассказываю «Сто слов жизни», стихотворение, помните, да, все читали. Здесь я привожу примеры своей жизни, да, когда отказывали во всём Снежанке, да, когда не могли даже ей реально конкурс вокально оплатить. То есть, когда вот это всё рассказываешь через себя, пропускаешь, человек действительно понимает, блин, ну вот всё, как и я, вот прям всё про меня, ну блин, она же смогла, я чё сижу, надо им не попробовать, да. Вот, то есть больше реальности рассказать про мышку, да мне кажется, вы наизусть её знаете, нет? Ну ладно. Цели нет, и пустота вдруг возьмёт тебя под мышки и покажет серый путь, как государство серой мышки. Станешь житой серой жизнью, обвиняя всех по кругу. Нарисуешь серым мелом заколдованный свой круг. Серым утром на работу идут ведь. Серым вечером домой. Недоволен ты зарплатой, серой жизнью и собой. Серый день сменится ночью. Ночь сменится серым днём. Не успеешь оглянуться, станешь серым стариком. Пустишь серую слезинку, а светло-серых временах молча слянешь на картинку по мечтам о журавлях. Люди плачут. В глазах сразу видно искорки, слезы. Я задаю вопрос. Есть ли кто-нибудь в вашем окружении, кто живёт именно так? Ребят, 90% из 100 говорят, да это же всё про меня. Это же я. Это же всё про меня. Серая жизнь. Дом работа, дом семья. Всё как у всех. Именно поэтому люди действительно начинают задавать вопросы, «Я не хочу так жить, я хочу иначе». Я задаю три вопроса, какие мне когда-то задали, да? Что ты себе купила в этом месте? А как ты отдыхала? А как ты отменялся за рождение своему ребёнку? Вот когда вы обостряете вот эту потребность у человека, он, конечно, слышит совершенно иначе. Он говорит, боже мой, действительно, правда. Не надо же. Если вы смотрите мой видеоблог, где нет успешной женщины, кто смотрит, видели? То я там вот именно вот эти струночки все цепляю. Вот эти струночки, да? Да, легко найти. И это всё как раз вот трёхминутное видео, которое просто можно человеку включить, и он посмотрел, да, как пример. Да, да, да. Да, спасибо большое. Да, конечно, следующий слайд – это будет книга, потому что она и входит в нашу систему работы, однозначно без неё. Ну, четыре года уже эта книга у нас, и четыре года мы работаем именно вот таким методом, который очень эффективен. Потому что я даю книгу почитать, человек почитал, и он сразу делится на две категории, на одну из двух категорий. Одна категория завидует и говорит, ерунда, такого быть не может, подумаешь. А другие говорят, вы знаете, я тоже так хочу. Вот вы как будто мои мысли прочитали, я тоже так хочу. Вот это как отбор. И люди сразу же, естественно, выбирают уже как наставника, человека, который дал эту книгу. Потому что, когда мы её даем, мы предварительно, получается, эту книгу просто, ну, этой книгой как индикатором проверяем, насколько человек готов к переменам в своей жизни. Да? То есть вот, собственно говоря, вся наша система сейчас построена на двух книгах. На этой, которая ответ на вопрос, а тебе зачем? Помните, зачем? А тебе зачем? Прочитал всё, обрыдался, сказал, я хочу, блин. Да? И, конечно, второй инструмент, который нарисован прямо в конце этой книги, он называется «Дневник успеха», и он говорит о том, как. То есть это-то зачем, да? Вот как? Это уже будет второй вопрос. Поэтому наша система в этом состоит вся. Идём дальше. Раздавая каталоги, мы получаем клиентов. Раздавая такие книги, мы получаем заинтересованных в изменении своей жизни консультантов и точек. Да? Вот здесь есть Валентина. Валечка, ты здесь? Откликнись, пожалуйста. Хомутова Валентина. Это наш ключевой партнёр новый, наш новый менеджер, который у нас дети в одном классе учатся. Я в школе, Полина в третьем классе. Два года я была просто мамой. Я мама, и не трогайте меня, да? То есть я не хотела там никакую деятельность развивать, я хотела, чтобы моему ребёнку относились просто как к обычному ребёнку, да, не без каких-то погон. Просто я там мама. И однажды в родительском собрании я услышала, как одна женщина говорила, девочки, вот вы там деньги собираете, я не могу реально, у меня муж один работает, у меня двое детей, я в декрете, я не работаю, у меня нет денег, чтобы сдать на что-то. Я мне послела, думаю, господи, бывает же такое, ну прям жалко, да, нет у меня этих денег, там и денег-то немного у меня было. Ну как-то вот затаилась у меня такая радость, ну не радость, а вот ощущение, что я могу ей помочь. Это ощущение радости, ты знаешь, что ты можешь помочь. На праздники, где дети наши выступают, и она сидит рядом со мной, ну как будто случайно, да, у меня с собой книжка. Я говорю, Валентин, можно я вам эту книгу подарю, вы почитайте, может быть я вам смогу помочь. Тебя-то вы не поверите, ну уже 2 января, когда только уже все салаты закончу, я хочу тоже так жить. Я тоже хочу, чтобы моя Ангелина тоже вот так же, как она говорит, я Ангелине ставлю Полину в пример. Видишь, Полина как хорошо учится, а ты давай старайся, ставлю, говорит, в пример вашу. А потом прочитала книгу и думаю, а она мне потом скажет, мама, а что ты не как тетя Ира, да? Вот почему ты вот просто вот, а она вот, да, почему? Мне так стало обидно. И она вот прибежала ко мне, мы стали работать, сейчас она менеджер в этом каталоге, очень хорошо стремится на 12% выйти. То есть, понимаете, то есть вот просто книга, которая не дала человеку спать, и уже результат. Так что это тоже интересно и очень хорошо помогает. Идем дальше. Цель первой встречи, назначить вторую, это сразу ясно, да? Где взять мою книгу, написать, у меня еще у меня они немного есть, больше их печатать пока не буду. То есть, дневники уже точно не буду, они у меня сейчас вот, какие есть, заканчиваются, я объясню почему. Книга пока есть, но сейчас очень сильно подняли цены в типографии, очень сильно, не хочу, чтобы следующая партия была дорогой, да, то есть вот, пока эти есть, и достаточно. Да, просто пишите мне, я вам всем отвечу, я высылаю почты. Причем меньше 20 штук не просите, я не буду заморачиваться, мне на почте придется жить. Вот честно говорю, да, потому что у нас почта такая, что отправить одну книгу, это просто, 10 квитанций подписать, это такой, честно говоря, не хочу. Весь прошлый год я чуть не жила на почте, вот, поэтому так. Если уж заказывайте, то меньше 20 я не отправлю, ладно, не обижайтесь. Цель первой встречи назначить вторую, что это значит? Это значит, что на первой встрече мы поговорили с человеком и решили, онлайн ее нет, да, онлайн ее нет, я еще пока не умею этого делать и не делала ни разу. Вот. Тем более онлайн она вам не поможет. Она сильна тем, что вы ее держите в руках, она глянцевая, она ломинированная, она выглядит очень дорогой, вы такая человеку даете, это не просто текст какой-то, он там прочитал. И там фотографии внутри, фотографии все яркие, красочные, красивые, то есть мы ее сделали приятным руках держать. Так что так просто не работает. Правда, не работает. Может в онлайн сделать? Ну, я попробую, я не знаю еще, как с кем-то надо посоветоваться. Так, не отвлекаюсь больше на чат, а то я с вами сегодня не закончу. Вот она, моя система работает. Зачем? Поговорили, все хочу, иди читай, прочитаешь, зацепит, приходи. Придешь, я тебе дам следующую книжку, в которой расскажу пошагово, что делать. Все. Все просто. Понятно? Что очень важно для того, чтобы ваш человек запустился правильно? Важно узнать о нем побольше. Важно пообщаться с ним. Я даже сейчас иногда хитрю, и узнаю человека дату рождения, по дате рождения, смотрю и гороскоп, я хочу понять, к чему расположен больше этот человек, то есть с каким подходом мне к нему подойти и так далее. То есть я в большей степени именно это делаю. Важно сделать психологическую подготовку. Когда вы человека отправляете, скажем так, на фронт, чтобы он пошел к своим знакомым, начал что-то там рассказывать, показывать, важно, чтобы он был сразу настроен на то, что простите, друзья мои, но никто не обязан вам сразу сказать да. Вот вы, например, сколько раз говорили нет. Вот у вас, например, на чем основывалось ваше мнение Бори Флэйн, да? Почему вы решили, что вы сейчас пойдете и сразу же вам скажут, да, конечно, я вас так ждала, вот прям к вам и побегу. Так что я подготавливаю человека к тому, что его никто не будет прям сразу с распростертыми объятиями ждать. Сегодня важно уметь объяснить, уметь убедить, уметь доказать фактами. Понятно? Это важно. Топ-психолог. Что-то вы там свое пишите, я уже это не отвлекательный. Если мы работаем, мы сейчас запустили систему работы в онлайн, у нас не проект, потому что я считаю, что проект это на время, да, ну как мы делали проект вызов года, он идет на три месяца, потом новый проект, потом новый проект, да, но это не очень понравилось, ну как бы вот, когда начали все делать проект, но это мое личное мнение. Мы не делали проект, мы просто сделали систему работы нашей же команды с таким же названием Ори Разумная, но теперь еще в онлайн. Вот и все. Да, то есть мы делали бренд своей команде 13 лет, и сейчас мы делаем бренд своей команде уже в интернет, это же название, но только система в интернет работе. Вот, поэтому там тоже есть своя особенность, и когда мы запускаем новичка, я не разрешаю первую неделю вообще никого приглашать, категорически, не делать никаких страниц, ничего, я запрещаю все, потому что он даже второй шаг на электронную почту, пошаговое действие получает только на вторую неделю, при условии, если он прослушал все мои вебинары, я их провожу по три раза в день, читал первое письмо со всеми видео, и все, что мы ему присылаем, вот только когда он подкован на миллион процентов, у него под ногами железобетонная плита веры, вот тогда он уже пойдет, и вам кого хочешь пригласить, и все, что хочешь сделать. Так что это самый логический настрой. Дать видение, какой свитер ты хочешь, что ты получишь, когда ты делаешь результат, как отреагируют твои близкие, что ты в результате себе купишь, очень строится, очень важно объяснить, да, поэтому у меня в вебинар есть именно суть бизнеса, где вот это видение я вот так раскрываю. Ввести в систему, все очень просто, в скайп-чаты добавили, в вайсап, к спонсору добавили, на вебинары он должен посетить, и так далее, и так далее, вот она система. Ну, а вы в свою систему, понятно, то есть я сейчас разговариваю, я уже так немножко переключилась, как будто, знаете, это снова провожу, вот уже, то, что люди понимают, просто поддерживать веру в успех, энергию, мотивацию, и, конечно, важно быть примером. Если вы не рекрутируете в первый уровень, в пятом, вы ничего не потребуете, вы ничего не докажете своим людям. Вот у меня сейчас три новых человека, которые сделали за прошлый каталог по 150 баллов. Они приходят, забирают, менеджеры СПО их видят, директора наши видят, я с ними разбираю каук, я сажусь с ними, провожу заказы, ну, объясняю, как это делать, мои люди видят, что я тоже работаю. Ребята, представляете, когда вам в день платят 11 тысяч, даже если вы не работаете, взять, встать, пойти, взять опять новичка, снова, вот все, заново, вот все, с первых шагов, да, наверное, это дорого, вас, люди. Поэтому обязательно это делайте. Всегда вы должны быть в рейтингах, всегда вы должны быть в лидирующих позициях, чтобы за вами уже шли ваши люди, ваша команда, глядя на вас, открыт никто. На первой страничке дневника, вот здесь внизу, самое основное, это то, что я сразу узнаю о человеке. Помните, да, когда человек выбирает фигуру и цвет, вот с первой же, вот на вторую встречу он приходит с семьяником, и я уже вижу, что он из себя представляет, как личность. Он лидер, или он просто душевный, хороший человек, с которым огромное количество людей знакомы, или он еще мечется, или он сегодня хочет, завтра не хочет. Вот я по этой табличке все-все-все могу понять о человеке. Поэтому в дневнике эта страница для меня самая основная, да. Дальше я думаю, что многие знают дневник. Ребят, напишите, все знают дневник? Не надо мне время сейчас тратить, уже достаточно много времени. Сейчас, секунду, я отвечу. Олеся, я вебинар провожу, потом позвони, извини. Знаете, да? Если кто не знает, пожалуйста, найдите, кому интересно, на канале YouTube дневник успехов, Ирина Кулешова. И там полчаса, каждая страница, я ее комментирую, я рассказываю, как пишу дневнику и по-новому. Вот, сейчас в них, естественно, информация вот на некоторых страницах не соответствует. Там, где идет, например, старая стартовая программа, да, там, премьер-клуб старый, вот это все, как бы оно действует, поэтому здорово работать. Вот тут немножко уже пошли искажения, потому что компания изменила план успеха, и мне трудно взять и сразу все тысячи экземпляров, да, переделать, это невозможно. Вот, поэтому пока у меня есть те, которые есть, но они сегодня за 50% цены. То есть я их продаю дешевле, чем они мне обошлись в типографии, только для того, чтобы, ну, как-то труд не пропал зря. Понятно, да? Вот, поэтому, если они вам будут нужны, вы мне быстренько пишите, еще несколько там есть, десятка. Вот, это, конечно, инструмент для работы очень надежный, потому что человек с ним приходит ко мне на такие план действий, когда, сроки, все-все-все, все продумано, все прописано, все отработано. Вот, единственное, видите, там, немножко изменились цифры, что мы сегодня, со 150 баллов получаем зарплату, раньше 200, да? Вот, куда писать? Да, пишите в, 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 напишите, Ирина, кто знает мою почту, напишите, Ирина Разумная по-английски, Ирина, нижнее подчеркивание, Разумная, Собака Моя, То есть, все просто. Или пишите, где ему, это, в семье, вообще не проблема. Вот, дальше идут вот такие странички, которые, как ежедневные, для новичка, и они рассчитаны ровно на полгода. Результат через полгода гарантирован, если человек каждый день прописывает, какие у него количество встреч, какие действия, и так далее. В конце мы сделали специально такую подборку мотивирующих и обучающих материалов. Градусник успеха, это когда ты не должен сдаваться с ним, получается, да, сегодня ты хочешь, завтра меньше хочешь, послезавтра побухтияровы, да, еще меньше хочешь, потом тебя засосало болото. Но чтобы этого не произошло, твоя задача просто брать, звонить спонсору, смотреть видео и так далее. Что прочитать мы рекомендуем, что посмотреть мы рекомендуем, что посетить мы рекомендуем. 5 шагов, как с каталогом работать. Там две страницы только с цифрами, которые не очень соответствуют. Все остальное так же, как и раньше было. То есть он стоил 100 рублей, сейчас я его продаю за 50. Понятно? Чтобы просто каким-то образом... Очень жаль, что они просто будут лежать. Таблица доходов немножко тоже сейчас изменилась, да, чуть-чуть, но даже этих цифр достаточно человек захотел. Орден сетевиков и то, что это профессия 21 века мы поместили, план успеха здесь же. Да, и самое главное, что есть в этом дневнике, это концовка, это 47 фактов об Арифлейн. То, что человек, когда изучит, ребята, у него крышу срывают, он говорит, я не знал, что реклама – это так круто. Вот это да, ничего себе. Это вот та самая вера в компанию, которую человек получает, и каждый день у него перед глазами эти факты, которыми компания гордится. Если же он вдруг когда-нибудь скажет, ах, все, у меня не получается, в конце здесь жаль этой странички нет, я написала огромными буквами. Никогда, 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 слышишь, никогда не сдавайся. Вот это важно, да, чтобы человек, открывая последнюю страницу, желая все бросить, открывает и говорит, слышишь, не отдавайся. Это тоже фишка, которую уже книга зеленая отвечает, зачем, книга красная отвечает, как. Вот это основное. Мы привлекаем людей, да, разными методами, потом наша задача их удержать, и потом мы развиваем их. У них уже лидера. И консультант, конечно, останется навсегда, если вы ему докажете, что здесь есть деньги, и он их увидит, если он почувствует, что он здесь нужен, и что он нужен не потому, что делает заказ, а потому, что он человек хороший, и вы его признали, как личность. И, конечно, если вы сможете заразить его мечтой, если это у вас получилось, никогда не уйдет, ни в другую компанию, ни в другому спонсору, просто никогда. Поэтому мероприятия тоже я быстро пролистаю, у нас очень много, у вас тоже их много, для того, чтобы создать клиентскую базу, дни клиентов мы проводим. Есть, конечно, система обучения, сейчас практически вся в интернет, у нас есть свой сайт, у нас есть много-много на канале YouTube обучающего видео, есть скайп-чаты, в которых мы тоже очень много информации важной выставляем, чтобы человека обучать, есть, конечно, живое обучение по два дня в офисе, как положено. Система мероприятий обязательно должна быть, чтобы человек получал удовольствие от работы, от того, что его здесь ценят. Много очень видео сюда вставляем, показываем, рассказываем, чтобы люди хотели, да. Третья стадия, да что вы, первая должна быть, да. Арифлейм должен стать вторым местом, вторым домом для консультанта, куда он захочет прийти. Да, то есть, первое, это всегда дом, где его близкие. Второе, это Арифлейм. Это два места, в которые человек должен захотеть идти. И всегда. Поэтому, представьте, как здорово, зародилась мечта, я тогда поняла, все правильно, тоже зародилась мечта. Зал 5 может быстрее, чем тот, кто вяжет первый, правда? Только от количества проделанной работы зависит результат, как быстро, как эффективно у вас все получается. Так что, не перекладывайте это на спонсоров, делайте самостоятельно, каждый день. Чем больше личных действий, тем больше результат. Ну, конечно, быстрого результата, я вам желаю всем, он очень сильно мотивирует. Что мотивирует меня? Меня мотивирует моя семья. Это самые важные люди в моей жизни. Я живу ради них. То есть, все, что у меня есть, это они. И мы вместе, это наш бизнес семейный. У каждого здесь своя задача. Я обучаю, мотивирую, рекрутирую. Дима, техническая сторона, все, что связано с видео, все, что связано с презентацией, что связано, она рисует меня постоянно и он меня на это подбил. Вот, все, что связано со всеми мероприятиями, которые мы проводим, их нужно транслировать, их нужно показывать. Нужно, чтобы это обязательно было, это все он. То есть, технический директор, но он называется. У нас еще wellness директор и она мега креативный директор. Столько идей, сколько есть. Ее, наверное, нет ни в одной голове в мире. То есть, я просто иногда в шоке, откуда там все это помещается. Вот, Полина, это наш младший мотиватор, но, поверьте, стоит очень многих мотиваторов, потому что у нее в жизни очень большие цели. Для нее, я понимаю, человечище растет с такими высокими амбитиями, с такими высокими целями, что просто, вот, думаешь, боже мой, вот только рифманские дети, мы что ли. И все отмечают, она учится в трех школах, все отмечают, что у нее особенный ум, да, очень острый ум, она умеет организовать, заслуги в этом нет, я ее не так часто воспитываю. А вот именно это то, что она выразила, очень-очень важно. это то, что, ребят, вот я вам сейчас покажу еще, это вот моя семья, да, это люди, они каждый по-своему очень много внесли в то, что я вам сейчас рассказываю. Очень многому я учусь у них, потому очень много мы добились вместе, поэтому я не отрываю себя от команды, команда не отрывается от меня, мы единое целое, и я уверена, что у вас тоже самое знаете о своих людях, иначе быть не может иначе здесь это не бизнес у вас, правда? Вот, и сейчас я вам хочу сказать, все, что я умею, все, что я знаю, на 90% зависело от первого года моей работы в Рифлэн, знаете почему? Почему? Потому что нас лично, нас лично, вот эту команду, мы учились лично у него, он тогда был в Белгороде, и мы прошли все его тренинги вживую. Первый год нам очень повезло увидеть его вживую. Потом он начал присылать сюда своих учеников к высокому уровню, и как-то, вы знаете, это почувствовалось, что такого сильного обучения у нас нет. Паем его на обучение в нашем городе. Мы подписали 4 контракта на 4 лет лекции вперед в году, то есть каждые 3 месяца у нас будет лекция от него и вас тоже. то есть воронежский филиал, естественно, это тоже моя семья, это надо было показывать третью фотографию, но я могу сказать, что вы знаете, мы закрыли дверь. Нет, мы открыли двери для всех, я буду счастлива. Вот сейчас он приехал в Белгород, у него здесь своя он открыл здесь билет, на него стоит 600 рублей минимум. Именно потому, что у нас 4 запланированные лекции на долгосрочное социнничество, этот билет для нас стоит 350 рублей до 8 марта, после 8 будет стоить 400. В чате сейчас выставлю, в чате у вас в Белгородском, хорошо? 20 марта, записывайте, 20 марта в 11 утра до часу дня, 2 часа, будет лекция Валентина Ковалева, лично он будет выступать. Билет стоит до 8 марта 350 рублей, после 8 марта 400 рублей. Понятно, да? Это его условия. Теперь, что еще нужно займать? Я считаю, что в сетевой компании, в компании, где все зависит от продаж, люди должны уметь продавать. И поэтому мы наняли его на тему Нет, я приглашаю всех, Катя, там будет только Ариф А вот вас всех я приглашаю. Поэтому будет желание описывайте, 20 марта в 11 утра Конгресс отель АМАКС в Белгороде, Белгород, Конгресс отель АМАКС стоимость 400 рублей на КОДЕ, ну, КОСЛЕ, понятно, да? В продаже продукции это будет тема, как продать себя на рынке, преподнести, продать мероприятия предстоящие. Понимаете, о чем я, да? Все, что мы, вот я сейчас вам продаю мероприятие. Как вам вообще у меня получается? Вы, Кулешова такая умная родилась, она просто этому научилась. Поэтому я всех своих категорически, вот чуть ли не тем, будут, естественно, дальше прописаны, а эта тема самая основная. Понятно, услышали? Или, по крайней мере, надеюсь, что услышали, да? Вот, собственно, говоря, на этом, на этой оптимистичной ноте я вам желаю быть центром позитивного счастья, успеха, удовольствия от жизни. И только так вы сможете привлечь к себе людей, которые не получаются. И не важно, как вы работаете, по какой системе вы работаете, в каком городе вы работаете. Арифлейм, он оденет. Стать для него качественным наставником, он останется с вами навсегда и обязательно станет успехом. А не надо, если вы теперь станете все сразу же и быстро, богатыми и счастливыми.